Всем привет, ребят! С вами, как всегда, я Заза. Добро пожаловать на очередной ролик по уникальному транспорту в GTA IV. И сегодня у нас целых две уникальные машины, и поверьте, что-то из них вам точно понравится. И сегодня я покажу вам, как добыть уникальный PMP-600 с отблеском в версии, если что, та, на которой ездит мафия. Так что тоже немножко, скажем, чуть более уникальная, чем обычная. Естественно, никакой у нее нет гибридной решетки, к сожалению, однако, я думаю, с некоторыми отблесками смотреться будет очень круто, потому что сама по себе машина черная. А также сегодня покажу вам еще одну клевую машину, которых у нас еще не было вообще. Если PMP-600 у нас уже был, то кокетку мы встречаем впервые. Да-да, именно Coquette мы сегодня добываем. Наверное, она так и переведена, как кокетка, я не уверен. И она тоже у нас обладает уникальным отблеском, также является черной. Естественно, номер машины не являются уникально окрашенными. И миссия у нас называется Payback. Естественно, проходим и добываем две машины, так что это вдвойне круто. Первым делом, давайте поговорим про отблески у PMP-600. Вот и он, вот она версия мафии. Как видите, у меня попался зеленый. Это прекрасный пример, потому что зеленый 100% является уникальным. К сожалению, да, есть некоторые вариации, которые уникальными не являются. Такими являются, например, красный, синий или черный. Поэтому, если вдруг вам попалось что-то из этого, то советую вам переиграть, потому что, по сути, вам дают эту машину в самом начальной миссии, и вы практически не теряете времени просто перезагрузиться и доехать сюда. Так вот, зеленые 100% являются уникальным. А вот если говорить о кокетке, то там все наоборот. Один из зеленых, а их там, по идее, несколько отблесков, является неуникальным. Поэтому советуется вообще, если попадается зеленый, то в любом случае пропускать. Хотя, все-таки шанс, что он уникальный, тоже есть. Как-то так. С кокеткой можно получить какой-нибудь желтый, например, или красный. То есть, есть вполне себе хорошие цвета, которые ярко выражены. Но до кокетки мы еще не дошли. Пока что у нас есть только ПМП-600. Которые нам в самом начальной миссии дают, и мы все, что должны сделать, это поставить его на парковочное место, прежде чем поедем на маркер. Так вот все просто, ребят. Ну, я думаю, вы уже привыкли к тому, что машины здесь добываются достаточно элементарно. Итак, давайте подвинем что-нибудь с парковочного места. Просто спасибо ПМП-600 за то, что ты меня немножечко толкнул. Как видите, он совсем не черный, не такой красивый, как у нас явно. Так что даже нет смысла не обращать внимания. Так, как-нибудь так поставим, чтобы нам не врезаться в копов и не получить звезду на халяву. И просто ставим на парковочное место. Сразу говорю, в этой миссии будет очередная погоня. Она будет уже не такой долгой, если что, как прошлые. Но все равно заранее подготовьте какую-нибудь хорошую машину, достаточно быстро. Ну, например, давайте сопрям вот это вот ПМП-600. Почему бы и нет? Хотя можно было бы, конечно, и что-то получше найти. Но неважно. Отправляемся, значит, на маркер в этот раз. И просто-напросто проходим миссию, как это полагается. В конце погони нас ожидает небольшая перестрелочка, в ходе которой очень важно сделать так, чтобы кокетка не взорвалась. Иначе вам придется начать все заново. Потому что если она взорвется, то... Ну, шанс, конечно, установить обломки есть. Я думаю, вы помните, как мы это делали с мэбериками. Но согласитесь, что для этого нужна пожарка. Ну, чтобы хорошо толкать. Ну, любая другая машина, которая достаточно мощная, быстро толкает. Нужно будет переигрывать миссию. А у нас не будет, кстати, смс-ки. Ведь мы миссию собираемся пройти, а не провалить. Так что, да. Не допустите взрыва кокетки, и у вас все будет хорошо. Иначе просто-напросто перезагружайтесь и проходите заново. Вот вам мой совет. Тем временем мы все-таки доехали. Так, ну, очередная катсцена. Кому она нужна? Круто я, конечно, развернулся не в ту сторону. Но ничего не поделаешь. Поехали. Развернемся и догоним. В принципе, как и обычно, погони в этой игре не особо-то и сложные. Главное следить за дорогой. Я почти что уверен, что здесь также есть скриптовые какие-то события. По типу, знаете, трафик там заскриптован. Ну, вот это тут наверняка было заскриптовано. Но я в этом уверен. Но шансов того, что это было сделано случайно, вот тем более вот это и вот это. Да, это определенно все заскриптовано. Стрелять по ним, ну, смысл, наверное, есть, чтобы убить стрелка. Либо, как я, держитесь просто подальше и особо не парьтесь. Потому что я не думаю, что он может много вам урона нанести, учитывая, насколько он косой. И учитывая то, что он стреляет в движении. Поэтому, ну, не знаю, мне он не мешает. Я потом всех перестреляю. Потому что я сам не хочу сейчас отвлекаться от вождения. Потому что, видите, всякие автобусы и прочее здесь все же заскриптовано. Только я начну целиться и обращать на это внимание, так сразу потеряю управление. Вот и все, мы приехали, ребят. Все, что нам осталось, это реально перестрелять всех ребят. Вон, написано, уничтожьте их всех. Поэтому, что я предлагаю. Я предлагаю поставить машину как некий щит. Ну, а дальше взять любое оружие, с которым вы собираетесь стрелять. И просто-напросто начать убивать народ. Главное, не взорвите кокетку. Вы видели, где она припарковалась. Кто-то кидает гранаты. Но это, поверьте, не лучший вариант. Потому что тогда вы можете спокойно взорвать кокетку. Вот так вот стрелять по головам достаточно просто. Сделайте так, чтобы полиция вас перестала искать. Естественно, мы отправляемся за кокеткой. Мне попался белый, серебристый, как угодно называйте, отблеск. И, что я могу вам сказать. В принципе, на этой машине он смотрится неплохо. Чтобы я не говорил раньше. Ну, вот здесь вот, по-моему, реально круто смотрится. Сразу скажу. Я еще не видел, как выглядит, например, красный. Я видел, как выглядит желтый или золотистый. Не знаю точно. Ну, я видел просто в ролике чувака, который эту миссию проходил. И он тоже смотрелся очень круто. И я даже не знаю, что круче. Наверное, все-таки желтый покруче смотрится, чем мой. Но, согласитесь, то, что этот смотрится так же неплохо. Давайте сразу поставим себе метку. Потому что, что я буду терять время. Ага. Не так уж и далеко нам ехать. Благо, машина у нас очень быстрая, ребята. Ну, я думаю, вы это заметили. И, собственно говоря, очень крутая, на мой взгляд. Может быть, конечно, кому-то она и не понравится. Но лично я, наверное, для своего сейва, может быть, даже и сохраню в будущем. Если когда-то буду делать сейв. Я уже, если честно, передумал. Потому что я так подумал на 100% проходить. Плюс у меня тут уже были провалы. Я немножко запутался с тем, что я сохранял, что нет. Поэтому нет, ребята. Я забил на этой попытке. Плюс еще, типа, прохожу тупо миссии. А если я хочу нормальное время, то нужно проходить, конечно же, и по бочке. Вот, собственно, и все. По сути, все, что у меня осталось, это припарковать нашу машину в парковочном месте. Как видите, ПМП 600 все еще на месте. Вот у него зеленый отблеск крутой. Напоминаю то, что неуникальными для ПМП являются красный, синий и черный отблески. Это прям 100%. Для кокетки неуникальными являются как раз-таки зеленые отблески. Точнее, только один из зеленых. Я не знаю, сколько всего их зеленых у нее может быть. Но один точно неуникальный. И поэтому я советую вам его избегать. Так, ну давайте ответим. Рэй, мне не сложно. Конечно, подружился. Вот, в принципе, ребята, и все. Для этого ролика как бы закончился. По сути, мне осталось реально просто сохраниться и перезагрузиться. Но я думаю, я это сделаю уже без вашей помощи. Не буду отнимать ваше время. Поэтому, ребята, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Комментируйте. Напишите в комментариях, понравились ли вам эти машины. Я думаю, что какая-то из них точно вам понравилась. Напишите, кстати, в комментариях, какая больше вам понравилась. Может быть, кто-то предпочитает ПМП. Я, наверное, отдам выбор все-таки кокетки. Потому что, ну, реально, спорткары я люблю быстрые машины. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Ну и, как всегда, всем, ребят, удачи и всем пока.